всем добра с вами добрый даниил мы продолжаем с вами вести топ событий региона но и теперь страны мы постоянно пробуем новые форматы новые оборудования и так недавно к нам завезли телетекст посмотрим пойдет или не пойдет но теперь к новостям новость которая никого не оставила равнодушными и уже в понедельник сгорел собор парижской богоматери это одна из самых известных достопримечательностей одно из самых красивейших мест не только во франции но и во всем мире это сердце парижа собор строился почти 200 лет простоял восемь веков пережил войны революции был почти полностью уничтожен за несколько часов французская полиция рассматривает версию короткого замыкания конечно же собор восстановят президент франции пообещал что на это уйдет пять лет деньги на его восстановление стали собирать всем миром за несколько дней уже собрали почти миллиард евро президент россии шокированный новостью предложил отправить в париж а лучших реставраторов в министерстве культуры российской федерации выступили с инициативы организовать сбор средств на восстановление собора этот случай показывает что ничего не вечно а культурное наследие создаваемые тысячелетиями может исчезнуть в один миг конечно помощь восстановление собора дело хорошее и благородное но стоило обратить внимание что практически ежедневно мы безвосвратно теряем свое культурное наследие разрушаются памятники исторические здания да они не такие знаменитые как нотр-дам-де-пари воспетый юго но это наша история наша культура так летом прошлого года в кандапоге сгорела успенская церковь шедевр архитектуры 18 века один из главных памятников русского деревенского зодчества в настоящее время на его восстановление собрано около 100 тысяч евро и когда начнутся его восстановительные работы пока неизвестно но про собор парижской богоматери на самом деле есть несколько мнений некоторые считают что вот этот вот пожар был умышленным сейчас объясню почему а дело в том что планировали снести деревянные конструкции колокольня там вообще реставрационной работы надо было все собрать потратить очень много времени сил денежных средств и после этого условно говоря потом это реставрировать и заново собирать а мало того что можно сэкономить большое количество денег на реставрационных работах ну и все равно если сделать новострой и сэкономить множество времени так еще и получить рейтинг дело в том что макрон может реконструировать и не за пять лет а скажем так за три года сэкономить несколько миллионов а может быть миллиардов евро взять донат несколько миллионов ну а может быть и миллиардов евро потратить его на предвыборную кампанию ну и сказать что он вообще хороший специалист потому что смог сделать это не за пять лет а за три года а по факту на экономленные средства ну использовать их уже как сочтет нужно теория заговора может быть а может быть и нет но самое главное мы все-таки за то чтобы нотердам был как можно дольше поскольку это действительно культовое здание а госдума приняла закон ужесточающий наказание за побег с места дтп теперь водитель скрывшийся с места аварии где есть пострадавшие может получить принудительные работы на срок до трех лет или лишиться свободы на срок до 4 лет если же водитель сбежал с места дтп где погиб человек то срок заключения составит от 2 до 7 лет если два и больше то может лишиться свободы сроком от 4 до 9 лет ранее же за оставление места дтп водителю грозило лишение прав или арест на 15 суток очень даже разумная инициатива обязывает водителей быть более ответственными на дорогах и восстанавливает справедливость извините вашу послал лишь ну как это если паспорт чтобы идите теперь водители скрывшиеся с места дорожно-транспортного происшествия понесут такую же ответственность как и водители находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения а возможно этот закон приняли связи с тем что многие сыны дочери любовницы и проще лизунчики у власть имущих лиц спокойненько уезжают при даже смертельных исходах потом их ищут называют их членами не членами председателями не председателями чего-то там лишают на 15 суток якобы за закрывают потом накладываю штраф которые они иногда не платят и в общем беда получается уж не только вор должен сидеть в тюрьме но и убийца даже если он законченный мажор в тюрьме сидеть тоже должен на этой неделе прошла церемония вручения престижной театральной премии золотая маска спектакль театра драмы имени федора волкова нам не страшен серый волк был номинирован на целых шесть масок но к сожалению наград не взял зато две золотые маски получил режиссер кирилл серебряников который известен не только своими работами но и как фигура громкого уголовного дела седьмой студии как раз за восемь дней до церемонии вручения национальной премии он вместе с еще одним фигурантом этого дела юрием итиным бывшим директором волковского был освобожден из-под домашнего ареста серебряников получил маску за постановку нуреев которая признана лучшим балетом и как лучший режиссер за спектакль маленькие трагедии фигурантов дела седьмой студии обвинили в хищении 133 миллионов рублей которые были выделены министерством культуры российской федерации на театральный проект платформа все обвиняемые кроме бывшего главного бухгалтера седьмой студии нины маслеевой свою вину не признали они находились под домашним арестом с 2017 года сейчас освобождены под подписку они выезде в среду премьер-министр дмитрий медведев выступил в госдуме с отчетом о работе правительства российской федерации за 2018 год вопрос обсуждались разные социальная сфера льготы налоги повышение демографии борьба с бедностью здравоохранения обеспечение граждан лекарствами культура экономика наука будем стараться со стороны правительства чтобы в отношении того что вы делаете были не только клики но и лайки со стороны власти также была затронута скандальная тема объединения волковского театра и александринки первая женщина-космонавт депутат госдумы валентина терешкова обратилась к дмитрию медведеву с просьбой приостановить решение министерства культуры валентина владимировна отметила что настроение у ярославцев боебоя они хорошо себя проявили великую отечественную войну и премьер-министр ответил я уже издал поручение чтобы эту идею отвергнуть и объединение приостановить вот так вот мы с вами ярославцы можем воздействовать на наших представителей на наши власти и это не первый пример спасибо терешковой за то что она услышала действительно народ значит мы не зря избирали ее столько лет подарят она действительно представляет наши интересы до этого вы помните победы была с мусором и это все учит нас одной простой вещи нужно быть с четкой гражданской позицией направленной на позитив на добро и на улучшение жизни нас ярославцев так держать молодцы большинство фильмов снятых при поддержке министерства культуры проваливаются в прокате это факт так в период 2012 года по 2017 год под подкровительством министерства культуры вышло 160 фильмов из которых окупилось только 19 такие данные приводит издание проект на основании своих исследований самой убыточной картиной оказалась нашумевшая матильда бюджет который полтора миллиарда рублей а кассовые сборы всего 538 миллионов фонд кино вложил в нее 280 миллионов рублей на втором месте лента сава сердца воинов бюджет фильма 1 миллиард в прокате она набрала 195 миллионов а на третьей строчке смешарики о легенда золотом драконе ее бюджет 991 миллион рублей кассовые сборы 261 миллион рублей самыми прибыльными стали движение вверх на нее потрачено 450 миллионов рублей а в прокате картина набрала 3 миллиарда также как и картины лед и сталинград общая задолженность кинокомпании перед министерством культуры составляет 736 миллионов рублей фильмы снятые при господдержке не пользуются особым спросом как у российских так и у зарубежных зрителей и 160 фильмов только 7 попали в программу престижных иностранных кинофестивалей на что тратятся другие деньги не совсем понятно и возможно что это просто схема по отмыванию наших с вами денег усугубляет этот факт это что для трансляции этих кинолент сдвигают переносят а иногда даже и отменяют художественные произведения которые были сняты в других странах и если уж вы даже с такой нечестной конкуренции не можете призвать к себе зрителей задумайтесь может быть все таки дело в вас самих в том что контент который вы делаете ну такой себе никита сергеевич вы конечно же у дудя много говорили о том что мы не понимаем ваши фильма и что у вас есть свой зритель так какого же хрена вас и ваших коллег не смотрят ну и такие новости у нас были на этой неделе но вообще месяц он скажем так хайп на хайпе игра престолов черная дыра собор парижской богоматери я не знаю чем еще удивить нас хотя нет знаю воскресенье я думаю многие из нас удивятся что же происходит у нас рядом у соседей и сможет ли шоколадка победить кокс ну а с вами был добрый данил всем добра простоя 8 веков пережил войны революции был почти полностью уничтожен и за несколько час хочу так быстро то я миша давай по новой